Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Джошуа Рейнольдс, миссис Элизабет Карнак. Англия присоединилась к всемирному художественному концерту не в годы зачатков и поисков европейского искусства, но в момент высшей точки его развития и обаяния. Вот почему английские мастера с Рейнольдсом и Генсбором во главе выступают сразу в таком блеске и артистической мощи своих дарований. Вот почему английская живопись 18 века появляется на международной сцене искусства совершенно готовой и зрелой, без каких-либо следов трудной борьбы, утомительных поисков, следов, сохранившихся во всех прочих школах даже много веков спустя после минования периода учения элементарных опытов. В особенности заметна эта черта в творчестве Рейнольдса, первого президента основана в 1968 году Королевской академии художеств. Вся его живопись отмечена той несколько холодной, расчетливой уверенностью, которая является характерной чертой лишь представителей наиболее утонченной культуры. Рейнольдс много путешествовал по чужим странам, жил три года в Италии, останавливался также в Бельгии, Голландии и Франции и всюду изучал великих мастеров. Причем странное дело больше всего освящался Микеланджело, когда, как казалось бы, образцами для этого истинного колориста должны были быть Тициан, Каренджи или Рембрандт. Впрочем, у этих чародеев, светотеней и, пожалуй, еще у Ато, Рейнольдс сумел заимствовать те нежные оттенки, которые сообщают неподражаемую прелесть не только его собственным картинам, но и даже всем гравюрам, исполненным с них знаменитыми современными английскими гравюрами. Распространенное о Рейнольдсе представление как об остроумном и строгом ученом, превратившим своими не всегда удачными опытами искусства своего в науку, следует считать ошибочным и, по крайней мере, односторонним. Напротив того, это был человек с горячей, чувствительной душой. Его положение первого художника английской аристократии и в особенности английских леди можно себе объяснить лишь его искренним поклонением перед нежной красотой женщин и еще большим поклонением перед очаровательной свежестью детства. Среди дамских портретов Рейнольдса одним из самых замечательных является воспроизводимая нами картина, украшающая знаменитое собрание Ричардса Уэллса Лондон. Портрет Элизабет Карнак, урожденный Рикет, жены генерала Джона Карнака в Ост-Индии. Наш снимок, сделанный за гравюры Смива 1778 года, дает полное представление портретной живости Рейнольд. Блестящая чисто английская дама, одета в тонкое сверкающее шелковое платье. Ее высокая прическа украшена богатым убором из перьев. Несколькими ударами мазка с огромной уверенностью, но без особой теплоты и большого чувства, совершенно в духе остроумного и наблюдательного темперамента Рейнольдса, подчеркнуты характерные черты лица. С гениальной легкостью и грацией группирует он позади высокого, но не классические стройные фигуры дамы, крепкие стволы деревьев, но деревья эти, вероятно, для контраста с гордой аристократической осанкой дамы. Изображены как бы не вполне стойкими, а погнутыми в одну сторону и в другую сторону. Во всяком случае, преимущественное значение в этой картине принадлежит человеческой фигуре, тем горячим светящим краскам, в которых она написана. Пейзажу даже Рейнольдс отнесся как-то к чему-то второстепенному. Не так, как у Генсбора, который все свое предпочтение отдает пламенно обожаемой природе, а фигуры людей изображают в сдержанных, почти холодных тонах. Но вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства». Картины знаменитых мастеров, художественные репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok